Наш путь лежит в село-подвале Самарской области на берег Волки. По словам туристов, места там очень красивые. Пробиваясь по грунтовым дорогам, мы не знали, чего ожидать. На вершине горы нам открылся чудесный вид на речку. Внизу расположилось село-подвале, а вокруг Волги красивейшие меловые холмы. Вид здесь на самом деле фантастический. И Волга, и заливы, протоки, и, конечно, меловые холмы. А если прислушаться, то слышны крещение байбаков, очень большое стрекотание птиц. Здорово! Местность мне сильно напомнила знаменитые Тушнинские холмы, но только находящиеся на Волжской глади. Вдали виднелась Ильинская гора, где расположилась часовня. Даже отсюда ее немного видно. Мы пытались проехать на горы, но это оказалось непросто. Из-за штормов дорога была завалена деревьями, которые постоянно приходилось поднимать. Дальше мы наткнулись на крутой овраг. Да, не на той машинке мы отправились в эти места. Придется вернуться обратно. Конечно, можно было прогуляться пешком, но лимит времени и надвигающаяся гроза остановили наше движение. Мы решили подъехать внизу до подвальских террас. Мы спустились под ножи холмов для того, чтобы получить наибольшее эстетическое удовольствие. Посмотрите, какая красота. И эта красота отражается в воде залива. Смотря на мрачную красоту окрестностей, невольно захотелось вернуться сюда еще один раз. Ведь именно здесь должны получиться фантастически красивые закаты и рассветы. К тому же, порыбачить здесь было совсем неплохо. Местные выдергивали лещей и крупных красей. Скажу честно, это отличное место для отдыха и для путешествий. Мы возвращаемся обратно в родную Ульяновскую область. Гроза накрыла нас буквально в пути к новому месту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова